Сегодня по-настоящему долгожданное футбольное утро, мы поедем сегодня играть в Манеж с Шепой, отцени умрился, я думаю, футбольное надо будет штатив сейчас собрать, как раз забыл, кстати, это сделать и пока записывать ролик, сразу же в голову это зашло. Так что будет много футбольного контента, давно этого не было. Приятного просмотра. Так, ну в основном из того, что мы отсняли, это был Рилс, поэтому быстро покажу вам некоторые попытки, да и наверное на этом все, потому что когда мы приехали, мы сразу стали играть, все из нас играли, поэтому со стороны никто не мог подснять, поэтому не получится показать кадры каких-либо, ну какой-либо игры моей там или моих друзей, поэтому только Рилс, к сожалению. Но дальше будет все намного интереснее. Ну да, собственно говоря, все это как-то вот так вот примерно и происходило, поэтому дальше, после того как я приехал, после футбола, я получается сел монтировать ролик. Так, блин, честно, эти ролики на ногу сложнее монтируются, чем Hello Neighbor, потому что очень много всего надо добавлять, вот как сейчас, например, я записываю вставочку. Качаешь, добавляешь, вставляешь, проверяешь там туда-сюда и в общем да, это на ногу сложнее, из-за того, что нету как-то такого плана, все делается максимально как-то спонтанно, то есть тут кадр, тут кадр, тут надо добавить, здесь то-то-то. И поэтому сложно, и такое выпускать через день, в общем, будет тоже невозможно, потому что я не смогу, просто не потяну. Поэтому этот контент получается максимально уникальный, и он будет выходить всего лишь, наверное, раз в недельку, может, а может и чуть почаще, не знаю, пока подумаю. В общем, давайте перейдем к тому, как я монтировал, сидел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, в общем, вчера я начал, ой, не начал, в общем, продолжаю читать книгу про Кристиану, Роналду, Пеналду, вот, который сейчас играет в Аль-Насре. И, в общем, блин, я давно ее начал, уже почти в конце, поэтому сейчас, я думаю, продолжу ее читать. Вчера я хотел дочитать до конца главы, но там, блин, прям, короче, одна глава, страниц 20, что ли, была ли 30, и мне в какой-то момент стало скучновато, и лень дальше читать, поэтому я, ну, закладочку закинул туда, и планирую сегодня вот дочитать до следующей главы. А вообще, за 21 этот день я планирую прочитать ее полностью, и еще две книги. Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? То есть, чтобы самарно 3. У меня потому что, вот, большинство из них, по большей части, тоже прочитано. Поэтому такая цель, надеюсь, уж получится. Есть еще вот такая книжка. В принципе, она прикольная. Вот, как бы, одобряем. Так, ну, а сейчас я покажу самое жесткое за все эти дни. Это была моя первая домашняя тренировка, которую я пытался максимально оттянуть, но все же я понимал то, что рано или поздно надо будет ее сделать. И вот это была первая из... Ну, я уже несколько сделал, но, сами понимаете, первая это самая сложная. То есть, меня трясло, там вообще неимомерно, там, ай, жесть, короче, полная. Я бы такое не показывал, если можно было, но все-таки я решился. Поэтому, приятного просмотра. Так, ну, что ж, первое, с чего я решил начать, это была грудь, верхняя часть тела, руки. Из этих четырех упражнений я всегда начинаю с него, потому что, мне кажется, это более простым. Но, на самом деле, наверное, после всех этих упражнений руки болели больше всего. Здесь я показываю, как я положил ноутбук, чтобы видеть видео, что делает тренер. Я закинул в уши айрподсы, слушаю музыку, в общем, с полным кайфом делаю все эти упражнения. Тут я уже руки эти сделал, не стал сильно зацикливаться на повторах, так как все-таки одно и то же будет происходить. И второе, что я решил начать делать, это были ноги. Ноги, в принципе, тоже делаются несложно, так как я все-таки занимался футболом очень долгое время. Для меня это такой момент, как бы, приятный даже. И боль в ногах это для меня, ну, стандартная тема максимально. Поэтому здесь я легко все сделал и мне показалось это тоже сложным. Дальше мне понадобились банки. Разложить, получается, вот это полотно, потому что я начинаю делать упражнения на спину. Здесь еще я сделаю другой ракурс, чтобы видеть в другой камере, как все работает. Тут я пытался поровнився, сделать, чтобы у меня все получалось. Мне еще понадобится полотенце в дальнейшем. В общем, вот я начинаю здесь делать этого ангела. Честно скажу, спина это трудно. То есть, болит она у меня тоже знатно. Здесь я показываю с другого ракурса и вообще, как я делаю и с кем. Это Игорь Войтенко, я думаю, известный персонаж для многих. Во многих мемах он есть, да и, в принципе, как тренер он довольно-таки сильный. А дальше я делаю самое сложное, наверное, это пресс. Там больше всего упражнений, больше всего минут. И, честно, когда я его доделывал, у меня уже начинало все очень дико болеть. В общем, да, как-то вот так проходят мои тренировки. Там я себя просто убил, наверное, полностью. Честно, на следующий день все болело, прям все тело. И я чувствовал этот, знаете, спортивный кайф, когда ты выложился по полной. И на следующий день у тебя все побаливает. А через день ты уже можешь делать больше, чем делал позавчера, получается. Поэтому выкладывайтесь по полной, и тогда будет результат, которого вы ожидаете. Но сейчас я покажу вам быстренько, как я выкладываю рилс. Все-таки рилс это тоже одна из наших частей, как бы, жизни. Именно у меня, так как я все-таки помимо больших видео на YouTube выкладываю еще и короткие, в другие соцсети. И их просто нельзя тоже так вот мимо пройти, оставить. Я думаю, тоже многим интересно, как это происходит. Поэтому сейчас вы, собственно говоря, все и увидите. И хотел еще добавить после вот этого момента, интересного. То, что я планировал пойти бегать. Все-таки 77 километров у нас стоит изначальная задача, которую я поставил в первом видео. Не знаю, получится ли у меня ее достичь, так как погода, сами понимаете, последнее время было просто ужас. Там чуть ли не по 20 градусов. Надеюсь, то, что сейчас будет хотя бы 7-6, минус, плюс-минус вот так. Потому что только в эту погоду можно выйти и начать бегать, реально. То, что меньше, это все, это провал, это не получится. Я просто, ну, это будет не, знаете, как бы не в плюс здоровью, а только в ущерб. Надеюсь, в этом вы меня понимаете. И поэтому пятый день я попробую сделать именно контент с бегом, как я это вообще все делаю. Ну и на этом, я думаю, закончим четвертую часть. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующие. И она будет не менее интересная. Всех обнял.